Интересно, кто-то еще пользуется вот такими древними старыми паяльниками, старыми как Мамонт. Я лично уже забыл, когда их последний раз включал. Давно, наверное, прошли те времена, когда ими пользовались. Ну и в принципе это неплохо, потому что сейчас паяльники уже совершенно другого уровня. И вот сегодня на обзоре будет у нас Фнирсик NS01. Знакомство с паяльником начинается с упаковки. И тут надо сказать, Фнирсик опять же не поскупились, как обычно, потому что их упаковка зачастую кажется дороже, чем сам продукт. Перевернем на обратную сторону, посмотрим, что тут у нас есть. Из информации на обороте видим, что это паяльник 65 Вт, запитывается от USB или Type-C. Имеет экран 0,87 дюймов LED-экран. Рабочая температура от 80 до 420 градусов по Цельсию. Питание постоянное от 9 до 20 Вольт. И работает по протоколу быстрой зарядки. В нижнем правом углу есть QR-код, по которому можно получить всю информацию об этом продукте. Но давайте его откроем, потому что уже как бы пора. Открывается очень необычно. Тянете за хлястик. И выдвигается вроде как шкатулочка. И в этой шкатулочке что мы имеем? Инструкции по эксплуатации. Так, фирма Фнирси. Очень интенсивно сейчас выходит не только на американский, европейский, но и на славянский рынок. Поэтому у нас есть инструкции и перевод на русском языке. То есть она вся доступная, все расписано. Можно почитать, разберется даже ребенок. Ну и интересно посмотреть на сам прибор. Упаковочный лист, то есть контроль АТК. И сам паяльничек, можно сказать, в подарочной упаковке. Одно жало всего-навсего здесь в упаковочке. Сам паяльничек. И защитный колпачок к нему. Можно его переносить, хранить, не беспокоясь о повреждениях. Но для этого его еще надо собрать. Но и это еще тоже не все. Потому что Фнирси обеспечила меня подставочкой для пайки блоком питания на 65 Вт, как и положено. Тут видно на блоке питания вход от USB, вернее выход от USB и выход от Type-C. То есть и так, и так может блок работать. Покажу поближе, чтобы было виднее. Вот такой вот адаптер или блок питания. На самом деле, на обороте мы прочитали, что он работает от 9 до 20 Вольт. По умолчанию от 20 Вольт. Но дело в том, что вот этот блок питания или адаптер, в зависимости от условий эксплуатации, в которых он работает, может выбрать напряжение сам. Может он работать от 9 Вольт, от 12 Вольт, от 15 Вольт и от 20 Вольт. И, к сожалению, он не может работать от 5 Вольт. Потому что все обычно блоки питания к телефонам это 5 Вольт. Но все равно мы попробуем его сегодня запустить от 5 Вольт. И посмотрим, как он запустится. Но это немножко попозже. А сейчас смотрим, что у нас из подарков еще есть. Так, у нас есть переходник Type-C на блок питания. То есть на круглый разъем. Есть кабель подключения паяльника к блоку питания через Type-C. С заглушечками такими интересными. Так, и самое главное, есть набор жал. Их здесь 5 штук. Разного типа. Косые, наконечники, прямые, для заглаживания, какие хочешь. Здесь их 5 штук и 6-й, соответственно, лежит в упаковочке. По комплектации все. Давайте будем его запускать и смотреть, что он умеет и что это за паяльник. Как говорил производитель, вот этот паяльник, он портативный, умный, маленький, удобный, легко работает. У него точный контроль температуры, очень быстрый нагрев, а еще у него эргономический дизайн и удобная ручка. Ну, насчет дизайна, можно в принципе согласиться. Насчет удобной ручки сейчас тоже проверим. Он нагреется и будем смотреть, будут у нас пальчики подгорать или не будут. Собираем паяльник, подключаем и смотрим на это чудо. Подключаем паяльник. Вот длина этого кабеля, которым он подключается, я специально замерил, метр двадцать. Это более чем достаточно. Обмотаться можно практически вокруг земли. Подключаем финирси и умный паяльник нам показывает, что греться он не собирается, потому что не вставлен стержень. Надо вставлять стержень. Сделать это совершенно не сложно. Для этого надо открутить гайку и вставить стержень. Сам нагревательный элемент находится в стержне. Для этого у него есть два контактных кольца и керамический изолятор. Так что если у вас сгорит нагревающий элемент, то он сгорит внутри стержня. Поменяли стержень и опять паяльник работает. Внутри самого паяльника нагревательных элементов нет, только электроника. Такая вот особенность. Ну, сейчас многие паяльники имеют подобные стержни. Так, вставляем, закручиваем, и паяльник готов к работе. И пробуем его опять подключить к шнуру метр двадцать. Снова подключаем и смотрим, как он будет быстро нагреваться. Приветствую, Фнирси. И он нам рассказывает, что надо нажать правую кнопочку. Тут всего нам всего две кнопочки управления. Он все подсказывает. То есть думать ничего не надо, запоминать ничего не надо. Включили. На дисплее все отображается. Нажимаем на кнопочку. Должен пойти нагрев. Засекаемся, сколько он нагреется. Нагрелся. То есть прошло буквально несколько секунд. Действительно, греется очень и очень быстро. Тут, с правой стороны дисплея, вверху отображается напряжение протокола, при котором работает этот паяльник. Сейчас 20 вольт. Всего их четыре протокола. 9, 12, 15 и 20 вольт. По умолчанию 20. С адаптером 65 ватт. Он работает по протоколу 20. Внизу отображается температура, которую мы установили на этом паяльнике. 300 градусов на большом дисплее. Это та температура, которая сейчас у нас нажали. И 4% это мощность, которая используется паяльником. Устанавливать нужную температуру можно двумя этими клавишами. Значит, обещали нам минимально 80. С каждым нажатием клавиши перескакивает на 10 температур. Зажали, держим. Он автоматически пошел вниз. Меньше 80 не будет. Сейчас паяльник должен охлаждаться. И видим, как падает температура. Дождемся 80 градусов. И поставим на максимум. Максимум должен быть 420 градусов. И посмотрим, как быстро он наберет температуру от 80 до 420 градусов. Всего у этого паяльника 3 режима. Рабочий режим, сон и выключение. Если вы его не используете, значит он сам автоматически впадает в спячку. Все это ставится в настройках. Сейчас мы к ним тоже доберемся. Пока он там охлаждается, в инструкции можем посмотреть таблицу протоколов напряжения. Сколько используется ток, а сколько используется мощности. При 20 вольтах он использует ток около 325 ампера 65 ватт. А при 9 вольтах он использует 1,5 ампера и 13,5 ватт. Чем ниже температура, тем уже медленнее идет охлаждение. На дисплее 80 градусов по Цельсию. И это наш минимум. Меньше температура на нем не ставится. Видно, потребляет 0% мощности. Давайте теперь поставим ему максимум. То есть 420 градусов должно быть. Так оно и есть. И посмотрим, как шустренько он будет нагреваться. Нагревался не больше 10 секунд. То есть действительно нагревается очень быстро. Тут производитель не соврал. Все прекрасно. Ну и давайте попробуем чего-то им поплавить. Попробуем расплавить вот такой вот припой. Как видим, без проблем все это делается. Все прекрасно плавится. Очень быстро и без проблем. 420 градусов. Как он быстренько будет плавить пайку на плате. Вот с такой вот скоростью. И видим тоже без проблем с этим справляется. Никаких тебе проблем. Посмотрим его на толстом припое. Вот этот припой не каждый паяльник. Допустим, паяльник 18 ватт советский. Припой этот плавить не мог. То есть он для него сильно быстро рассеивает тепло. Посмотрим, как справится этот паяльничек. 420 градусов, то есть на максимуме. И как видим, что плавит без проблем. Как в масло идет. Все чудесно. Никаких проблем по нагреву с ним нет. Все чудесно. Выше всяких похвал. То есть насчет нагрева никаких проблем не существует у этого паяльника. Играю я этим паяльником уже минут 20. При температуре 420 градусов. То есть на максимальной мощности. И должен вам сказать, что он сильно не греется. Вот я его держу в руке. Он чуть-чуть теплый. Вот здесь вот на резиновом манжете. Теплоты совершенно не чувствуется. Но если палец повести к гайке, то гайка уже нагрета и нагрета сильно. Можно получить ожог. То есть с этим паяльником надо работать так, чтобы ваш палец не соскользнул туда на гайку. То есть держать его надо приблизительно вот так. Для работы довольно комфортный. То есть никаких проблем с ним нет. Понизим температуру до 300 градусов. Как это было в настройке. Он охладится. И сейчас мы его попробуем выключить. Выключается он правой кнопкой. То есть нажать и держать. Он выключился. И теперь его без проблем. Даже не надо ждать, когда он остынет. Для этого у нас есть защитный колпачок. Поместили в защитный колпачок. И можно ложить его в карман. То есть он вам ничего не пропечет, не сгорит, ничего с ним не случится. То есть защитный колпачок тут как раз таки в тему. Но надо сказать, что он и сам по себе, даже если будет просто лежать, то охлаждается буквально за 5 минут. Становится за 5 минут еле теплым. Ну и по той причине, что это электронный девайс, то он должен иметь настройки. Для того, чтобы зайти в меню настроек, надо нажать обе кнопки одновременно. И мы заходим в меню настроек. Правой кнопкой нажимаем, держим. Можем установить яркость экрана. Сделать более тусклый, сделать более яркий. Я люблю яркие экраны. Нажимаем, держим, выходим. Идем в следующем меню. Это калибровка температуры. Если у вас температура на жале не совпадает с температурой, которую показывает дисплей, то тут можно внести поправку. Дальше у нас идет. Можно поставить температуру по Цельсию, по Фаренгейту. Дальше. Время засыпания по умолчанию 20 минут. Время это можно уменьшить. То есть поставить, сколько минимально? Одну минуту. То есть будет засыпать через одну минуту. Максимально через 20 минут. И тут надо сказать, что сон здесь установлен по умолчанию, который мы можем изменить через 20 минут. Но если вы этот паяльник не будете трогать 30 минут, то есть он 30 минут в состоянии покоя, он не то что заснет, он отключится совершенно. То есть через 30 минут он самоотключается. Так, температура сна. Во время сна он будет держать 100 градусов. У меня поставлено. По умолчанию было 200. Ну давайте поставим 200, как было. Выйдем отсюда. Замок для детей. Можно включить, можно выключить. По умолчанию выключен. Что это значит? Вот когда мы включали паяльник, то нажимали на левую кнопочку, он у нас запускался. То ребенок ваш запустить его не сможет. Потому что когда включена эта функция, на левую кнопочку надо нажать трижды. И только после третьего нажатия включится паяльник. То есть начнет нагреваться. То есть ваш ребенок случайно его включить не сможет. Язык. Можно выбрать английский, можно выбрать китайский. Инструкция у нас на русском языке. Но, к сожалению, сам прибор не русифицирован. Дальше у нас идет левша-правша. То есть по умолчанию этот прибор настроен на правшу. Можно настроить на левшу. Если установим режим левши, то у нас просто местами поменяются функции этих кнопок. Больше ничего. В принципе это все. Ну и еще одна особенность приятная этого паяльника, это то, что его можно перепрошить. Пойти на сайт производителя, найти меню этого паяльника, подключиться к компьютеру и сделать перепрошивку. Такая вот приятная особенность. Так, ну что, попробуем этот паяльник подключить через 5-ти вольтовый блок от мобильного телефона. Блок на 5 вольт, мощностью 67 ватт. Выключаемся из родного блока и перед подключаемся на 5-ти вольтовый блок. Прибор просит, чтобы мы нажали на левую кнопочку. Да, пожалуйста. И что мы имеем? Мы имеем то, что с 5 вольтами он тоже работает. Он нам показывает, что он работает по 20-ти вольтовому протоколу. Чудеса не иначе. Вроде как не должно так быть. И вроде как у него нету 5-ти вольтового протокола, но тем не менее, как видите, он работает. Блок это у меня от телефона Xiaomi. Читаю характеристики этого блока и удивляюсь, потому что он тоже работает от 20 вольт. В общем, чудо не случилось. Этот блок тоже обеспечивает 20 вольт. Честно говоря, сам в ужасе, потому что я характеристики этого блока никогда не читал. Я знаю, что зарядка на телефон идет от 5 вольт. Но оказалось, этот блок обеспечивает тоже 20 вольт. Тоже приятно. Обычный, самый обычный блок, который идет в коробке с телефоном. Шнурок, который идет в коробке с телефоном. Подключаете к паяльнику и он работает от зарядки к телефону. Крайне приятная неожиданность. В общем, всех этих шнурков можно не покупать. Просто блок от телефона. Купили сам паяльник и имеете рабочую конструкцию. Что по итогу? Производитель не обманул. Нагревается этот паяльник действительно очень быстро. До максимума, то есть до 420 градусов. Буквально за 10 секунд. Температуру поддерживает стабильно. В руку не печет. Корпус не нагревается. То есть он еле теплый, когда с ним работаешь. Даже длительное время никакого дискомфорта нет. Во всех отношениях вполне себе приятный паяльник. Ссылку на продавца оставлю внизу. А сегодня был обзор на такой вот очень занимательный паяльник от Фнирси. Обязательно пишем комментарий в поддержку канала. Для того, чтобы продвигался это видео, может мне Фнирси пришлет еще какой-нибудь девайсик.